Доброе утро, уважаемые, или добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, и сейчас у нас на прямой связи, посредством ЗУМа, выходит председатель правления Рига Снаму Апсенекотас, Игорь Трубко. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот на этой неделе вы, наверное, одна из таких заметных персон вот этой недели, и это связано с тем, что в информационных агентствах появилась, ну, в какой-то степени сенсационная такая новость, что вы, как вы говорите, Рига Снаму Апсенекотас предложили в качестве такого эксперимента взять в управление несколько домов в Зепни Каунте, которые сейчас находятся в управлении муниципальным предприятием Рига Снаму Парвалднекс. Может быть, несколько слов сначала о том, почему вот возникла такая вот идея у вас, такая инициатива. Я знаю, что вы вот в этой сфере управления домами работаете очень давно. Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, начнем с того, что, в принципе, регулярно, меняясь власть в Рижской Думе, они задаются вопросом, какие им предприятия нужны, какие не нужны, и спрашивают у многих с точки зрения. Учитывая, что, начиная с 2000-х годов, госконтроль все время указывал самоуправлению, что заниматься управлением домами – это не функция Рижской Думы, а задача Рижской Думы – создать условия, чтобы на территории было много обслуживающих организаций и жителей могли выбрать. Но это никак не сдвинулось. Насколько я помню, то в 2010 году как раз, в принципе, и создавалось Рижскому паровник с одной целью, чтобы потом его продать целиком, но что-то пошло не так. И, в принципе, все время эти дискуссии возникают. Я получил письмо о Рижской Думы, где они задали ассоциации вопросов, как мы считаем, нужно или не нужно в самоуправлении участвовать в таких предприятиях, как все Рижа с нами, все Рижа с нам упалывал НЕКС. Точка зрения нам известна, что госконтроль, естественно, и законодательные акты говорят, что самоуправление не должно этим заниматься. Но у нас очень плохая нормативная база по управлению жилыми домами в государстве. И в случае простой продажи дом управления возникало бы очень много существенных проблем. Поэтому, с одной стороны, ассоциации сказать, что это надо оставить в руках Рижской Думы мы не могли. А сказать, как действовать на сегодняшний момент тяжело. Поэтому Рижа с нами, все мне кого-то изберяло внимание, что более 200 домов из 280, которых мы обслужим, это бывшие дома Рижа с нам упал, они к нам пришли, то мы и предложили, давайте вместе с депутатами проведем эксперимент. И на фоне этого эксперимента сможем подготовить конкретное предложение, как в дальнейшем могла бы быть модель передачи Ригасному парвалнексу или системы обслуживания в соответствии с правовыми документами, которые существуют в Латвии. Вот и возникла идея этого эксперимента. Хочу сказать, для примера, приватизационная агентура сама проводит такие конкурсы на три года, и мы в одном из таких конкурсов выиграли. Такой же конкурс проводила Саловская дума в свое время, и мы тоже выиграли в одном из конкурсов. Ну, в конкурсе, когда они закрыли просто Дума управления. Так что это ничего нового здесь нет. Вопрос стоит только в одном. Как не сделать, что жители неожиданно станут заложниками той фирмы, которая купит Ригасному парвалнекс или заберет в управление все дома. Вот, ну, наверное, я думаю, что среди тех предпринимателей, может быть, и депутатов Рижской думы, которые вообще в курсе вот этого вопроса занимались вопросами обслуживания домов. Наверное, они вот ваше, как бы, такое предложение эксперимента восприняли как то, что вы что-то знаете, и чуть ли не готовятся все-таки действительно там продажа и приватизация. Ригасному парвалнекс. Я наверняка думаю, что вам звонили с такими вопросами. Можно ли сказать, что действительно вы предполагаете, или у вас была информация, что новая Рижская дума, новое руководство Рижской думы все-таки, хотя публично об этом не говорит, но не исключает возможности вот этого продажи, приватизации, отчуждения, как хотите, вот, Ригасному парвалнексу? Ну, давно известно, что крупные инвесторы хотят купить Ригасному парвалнекс, и начиная с 2003 года я регулярно слышу, что немецкий, литовский и даже чешская компания, которые хотели купить. Между прочим, Ригасному парвалнексу, и мне вот, в 2005 году был специально создан для того, чтобы поучаствовать в одном из конкурсов, когда будут продаваться эти 15 домов управления. На ваш взгляд, почему до сих пор это не произошло? Чисто по политическим мотивам политики боятся, чтобы их обвинили, что они хотят, не знаю, там, распродать муниципальную собственность? Так оно и есть, потому что, в принципе, такое огромное предприятие, чтобы его продать, это практически можно ставить крест на политической деятельности любой партии, по крайней мере, в Риге. Поэтому все хотят. Предложения, наверное, интересные, только как их реализовать, никто не знает. А вот не было ли опасностей, скажем так, когда вы предлагали взять в управление еще и дома, ну, в частности, в Зепникаунсе, что, не знаю, вы можете не справиться, потому что вы сами сказали, что все-таки РНП – это большое предприятие, очень большое предприятие, наверное, одно из самых больших муниципальных предприятий в Европейском Союзе, даже с учетом количества домов, которые они обслуживают, и у вас может просто не хватить мощности. К тому же, РНП, ну, к примеру, да, обслуживает ведь не только дома успешные, да, с большими накоплениями, но и проблемные дома в полуаварийном состоянии и так далее. Ну, понимаете, у меня есть достаточный опыт. Придя в Кузове с нами в 2003 году, там было констатировано, что в Кузове с нами 4 миллиона долг за тепло и 1 миллион долг Рига Суденц. В данном случае по коммерческому закону Кузове с нами надо было объявить Макс Атнестегом и отправить на банкротство. Альтернатива – списать эти долги. Если списать, значит, надо было бы в госбюджет заплатить 25%, то есть 1 миллион 200. Я Рижской думы в тот момент предложил, а зачем вам государству платить, если законно создаете Кузове с нами, а в Семнику, то есть внесли в уставной капитал 100 тысяч, а Кузове с нами просто отправляете на платеж и неспособность. В результате городской бюджет сэкономил более миллиона евро. В принципе, так они и сделали. Кузове с нами начал работать с нуля и 100 тысяч, и перенял в течение двух месяцев тысячу домов, и никаких проблем не возникло. Так что здесь ничего такого нет. Рига Сномапс, я мне как-то на сегодняшний момент иметь финансовую состояние. Составил. Да. Собильность намного лучше, чем Кузове с нами, когда он создавался в 2004 году. Так что здесь нету проблем. Система, понятно, как работать, понятно. Если взять вообще само предприятие, я вам могу сказать, у меня 80% работников это работники муниципальных предприятий города Риги, которые были главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный инженер, заместитель главного инженера. Все увольнялись по политическим мотивам. Или кого-то надо было устроить на работу, или кого-то надо было уволить. У меня с разных партий, у меня нету, у меня любой, любой партии, но меня-то интересует, чтобы люди работали. И чтобы они были профессионалами в своем деле. Ну, то есть у меня нету политического бизнеса, что надо трудоустроить кого-то, а просто люди должны работать. Пригостному парвовниксии это муниципальное предприятие, и по законам экономики частный бизнес всегда более активен и более эффективен в своей деятельности. Нельзя ли сказать, что вы, ну, если так можно сказать, несколько запоздали, поскольку сейчас в РНП, ну, так вкратце его называют, новое правление, амбициозный руководитель, ну, который говорит, по крайней мере, в интервью, что он попытается эффективизировать работу предприятия, исправить те ошибки, ну, которые вызывали несправедливое негодование жителей? Ну, на своем примере могу сказать, придя работать в Кузове с НАБИ в 2003 году, понять, как работает предприятие, я смог только где-то через три месяца, и то при этом каждый день до трех часов ночи надо было сидеть и перечитывать еще всю корреспонденцию, которую писали жители, и ответ, а это порядка 100 заявлений туда и обратно. Почему вот даже сейчас господин... На именис. ...седатель правления сказал, что за последние 10 лет поменялось 28 раз состав правления. Ну, не может предприятие с такой скоростью смены управляющего персонала нормально работать. Понимаете, предприятие управления домами, оно не не только сложно с технической стороны, но она сложна и с эмоциональной, юридической, и с многих других позиций. Это не одной услуги предприятия, это очень большого спектра услуг. Я думаю, что в лучшем случае новое руководство поймет где-то через год вообще, куда они попали и чем они занимаются. Я, принимая работников с Ригасному Парвалдника, они только через полгода вообще понимают принцип работы другого предприятия. В данном случае понять, как работает Ригасному Парвалдник, им будет очень тяжело. Для этого надо было поработать в таком, например, домоправлении, как Центр Анаме, потом как Югла с нами или Курзове с нами, и только потом идти работать в руководство Ригасному Парвалдника. А у них нету этой истории, они не знают, как работает внизу, что делают люди. Вторая часть, это за последние более чем 10 лет полностью сломана система управлениями домами. То есть, принятые люди, которые просто приняты на работу, так надо было. И в результате те люди, которые годами работали, они ушли, знания их ушли, а взамен не пришло ничего. Как пример могу сразу сказать. Да, в 2003 году я был в социал-демократической партии, и когда я пришел, я специально не уволил ни одного человека. За все время я уволил одного человека, начальника отделения Анны Нюши, и ни одного по политическим мотивам не поувольнял. Освобождались места, тогда я исподыскивал кадры. Посмотрите, что произошло за все это время. Или давайте возьмем предприятие, где частные фирмы покупают. Они что, увольняют все руководство? Ну, они же не больны. Купив завод, купив предприятие, самое главное – сохранить персонал. Потому что иначе будет конец этому предприятию очень быстро, да? У нас же один из классиков говорит, кадры решают все. Ну, так оно на самом деле, в нашем деле, именно в управлении домами, где общение с жителями и знания специфики, там конкретно кадры и все решают. Вот вы упомянули очень важный такой аспект, что работая, ну, не знаю, в доме управления, неважно в каком государственном или частном, муниципальном, это тяжело, в том числе, понятно, что профессиональные вызовы есть, но есть эмоционально-юридическое. Вот по поводу эмоциональной, я хотел бы чуть-чуть за эти ваши слова зацепиться. Но ведь когда говоришь с людьми, которые живут в домах, обслуживаемых, ну, к примеру, Ригас-Намо-Павл-Некса, и когда кто-то жалуется, что они там чем-то недовольны, и ты им говоришь, ну, хорошо, у вас же есть там возможность, право там собраться с жильцами, решить там, создать свое товарищество, перейти в другое домоправление, в частное, там, не знаю, в Ригас-Намо-Апс, или некого-то есть. И вот как раз чаще всего люди, скажем так, пытаются в качестве аргумента использовать эмоционально-юридический аспект. Они говорят так, что, вы знаете, ну, все-таки муниципальные предприятия, мало ли что случится, но все-таки муниципалитет вроде не обанкротится, если что там произойдет, да, то мы знаем, где, не знаю, искать виновных, где искать концы. Ну, частное предприятие, сегодня оно есть, завтра нет, создаешь жилищные товарищи, там все друг с другом переругались, такое, кстати, нередко случается, и тоже порядка нет, найти ответственных невозможно, и люди, даже те, которые там недовольны услугами РНП, продолжают обслуживаться. Вот что вы на этом можете сказать? Ну, то, что вы сказали, так оно и есть, ну, это, как сказать, только такая видимая часть. Да. Еще более хуже всякая информация распространяется, учитывая, что мы реально стали большим предприятием, я понял, что всякая информация будет негативно распространяться в разных аспектах, что конкуренты, что регаснову паровник, что работники, и чтобы не было никаких проблем, я подумал, ну, скажу честно, не был в социальных сетях, но в мае прошлого года специально сделал и стал просто хорошие примеры, все выкладывал, потому что перед кем-то оправдываться, кому-то что-то объяснять, это бессмысленно, да, надо показать конкретный пример. Дому надо было это, они сделали то, вот, пожалуйста, красивый пример, у дома новая крыша и так далее. Сказать некоторым жителям, что в других домах всюду согласовываются сметы, ну, они не верят, ну, когда они видят сюжеты, тогда они верят. Понимаете, объяснить это на собрании невозможно. Невозможно. Невозможно, и поэтому лично регистра Максу, ямник, то есть, ну, и стала более активно выкладывать информацию о проделанной работе в социальных сетях. И это было бы хорошо, если бы конкуренты то же самое делали, товарищества то же самое делали. Просто проблема в том, что, может быть, они не могут. Теперь тот же самый госконтроль. Он же запретил в свое время и сказал, что самоуправление не имеет права предоставлять оверграфты и кредитные линии коммерческому предприятию. И тем самым они деформируют рынок услуг в городе. Так что это первое. То есть помощь, как таковая, для Рига-Снаму-Парвалдника была прекращена. Единственная возможность у Рижской думы помочь Рига-Снаму-Парвалднику это увеличить уставной капитал. То есть все, предложить деньги и так далее, они не имеют права. Потому что по закону самоуправление не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Так что здесь никакой, если вы посмотрите, никакой помощи дополнительной Рижская дума Рига-Снаму-Парвалдник не оказывает и не имеет права оказать. А если мы смотрим именно программы, которые Рижская дума проводит, там конкретно перенятые дома участвуют в этих программах в большинстве случаев. И если мы посмотрим, то процент Рига-Снаму-Парвалдника не соответствует получению грантов тому количеству домов, которые они на этом рынке обслуживают. Если Рига-Снаму-Парвалдник 2-3 дома получили гранты, мы получаем 6. Но мы-то в 20 раз меньше Рига-Снаму-Парвалдника. Если Рига-Снаму-Парвалдник на реновацию, не знаю, сколько, 40 домов дал, а мы под 30 домов. Мы так, давайте 40, и мы 30, но мы в 20 раз меньше. То есть это что-то непонятно. Поэтому в этом отношении я не думаю, просто мы привыкли, что за нас кто-то решит сверху. Ну хорошо. Есть еще один, наверное, момент, который связан вообще с состоянием жилого фонда. Наверное, вы, к примеру, тоже как частное предприятие, все-таки частное предприятие не какая-то благотворительная организация, это предприятие, как любое коммерческое, создано для излечения прибыли. Мы же не будем говорить о том, что вы думаете о том, как бы оплатить убытки. Естественно, нет. Если к вам приходят дома, которые вы видите, что, ну как-то повежливо искать, в очень плохом состоянии, наверное, вы тоже задумываетесь, насколько вы и жильцы, скажем так, потянут поддержание в нормальном состоянии этого дома. Ну, наверное, я тоже продукт еще советской системы, и не сколько прибыль, сколько сам процесс меня интересует. Поэтому в этом отношении мы стараемся заниматься теми вопросами, которые дают какой-то эффект. И домов у нас много приходит. Один из первых таких маленьких домов, это было Слокос-24, девятиквартирный дом за какой-то период сделал более чем на 50 тысяч лад ремонтных работ, и мы им помогли, сфинансировали. С каждым годом этих домов становится больше и больше. Иногда такое впечатление, что Ригаснамбарвардик специально подталкивает нам все эти маленькие дома. Ну, в том году я взял 450 тысяч дополнительно у Аутума, чтобы можно было оказывать, ну, кредитная линия, оказывать такую помощь. По всей видимости, в этом году надо будет эту сумму увеличить. И жители к нам приходят, мы составляем график, они получают ремонт сегодня, рассчитывают постепенно. А удается все-таки с жителями договориться, потому что, в принципе, обычно ты кругом слышишь, что вот собственники квартир, ну, часть из них вообще, как мы знаем, иногда бывает, что и не находятся в Латвии, да, они крайне, ну, как бы неохотно, естественно, берут на себя какие-то долговременные кредитные обязательства. А у нас специфика, у нас во всех домах, которые к нам пришли, имеется правление. У нас, наоборот, проблемы возникают с домами, где правление ничего не хочет. Правление приходит, они четко знают, что они хотят, мы с ними согласовываем планы ремонтных работ, обследуем дом, и вы прекрасно понимаете, что значит дому перейти от одного управляющего к другому. Ну, раз это они сумели сорганизовать, то и как раз одна из их целей была, чтобы были бы сделаны ремонтные работы и более дешевле, и вот это все происходит, да, поэтому у нас, в принципе, даже иногда получается очередь стоит из домов, чтобы только оформить для них эти графики и выплаты. Ну, конкретные вопиящие примеры, когда Валдич 55 к нам перешло, им хотели крышу сделать за 74 тысячи, евро, а жителями сделали за 25. На Эзера 5а укрепление подвала надо было, Валдик запланировал за 80 тысяч евро, проект сделать за 5 тысяч евро, 85 тысяч евро, надо было 18 квартирам сделать. Еще накопитель. Мы же сделали это с жителями за 27 тысяч, а так как дом реально мог рухнуть, то представители Бу-Валды, мы вызвали профессора с технического университета, Бу-Инженера, тут же на месте согласовали эскиз, каким образом сделать быстрые работы, чтобы укрепить подвал, своды, чтобы дом не рухнул. Есть разница 27 тысяч 200 или 85 тысяч. То есть здесь мне тяжело сказать, ну и что жители выиграют. Теперь проводятся все эти конкурсы. Извините, в этих конкурсах все цены дороже, чем то, что жители у нас убирают. Мы проводим с жителями конкурс, у нас на порядок это дешево. Если вы хотите сказать, у них что-то оперативное работает, так они половина по закону не имеют права делать то, что делаем мы. У меня каждый рабочий имеет право в любой магазин пойти, выбрать любую вещь по просьбе старшего по дому или то, что надо сделать, и купить в любом магазине. Лигасному парвалу это сделать не имеет права, потому что ему надо закон выполнять по ВАЛС, он пошел либо по ЭПРКУМ. То есть они должны сделать огромный какой-то конкурс и так далее. Они не могут. Я когда уходил с курсами с НАМАПС, мне куда-то есть, там вообще какая-то ерунда была. Мы провели конкурс на 800 работ, по-моему. Вдруг кто-то, пожалуйста, ВЕПРКУМ УЗРОВ и Безбюро, и говорят, нет, эти все 800 работ надо объединить в один конкурс. Вот я все эти 2 миллиона накопительные фонды отдал следующему председателю управления, потому что провести конкурс на 800 работ одновременно, как это можно? Как можно электричество в одном доме, со стеной в другом доме, с крыши в третьем доме объединить? И какая компания сможет выиграть в этом конкурсе? Таких компаний, наверное, будет только 2-3 во всей Латвии. Что самое главное, потом никто продолжал и по одной работе проводиться, только, может быть, по группам объединили. Так и происходит. Вот вы сказали в самом начале нашей беседы о том, что у нас плохая, ну или слабая нормативная база, но с одной стороны, нет ли тут противоречий? Ведь вы сами сказали, что в конце концов там жильцы могут объединиться и сказать, что мы переходим, не знаю, от одной обслуживающей компании, ну в данном случае от РНП, в другую, к вам, сами создаем товарищества, еще есть у вас конкуренты. Вот вроде бы нет тогда таких проблем в законодательстве? Ну давайте, есть. Ну давайте первое. Сказали, что каждая обслуживающая организация должен быть параллель, все обслуживающие организации должны быть зарегистрированы. По Латвии управляют дома, которые не имеют сертификата, то есть не имеют специалиста, не зарегистрированы в параллельных регистров, против них ничего не происходит. Это раз. Второе. Отчеты не предоставляются. Принцип простой. Управляющие компании, которые видят, что они не могут свести концы с концами или занимаются какой-нибудь жунической деятельностью, просто не предоставляют жителям информацию. Ну хорошо, хоть сейчас начал Министерство экономики этим заниматься. Ну почему в БИСе нельзя сделать так же, как в узнему регистре? Каждый год предоставить отчет по дому с подписью председателя правления, который отвечает за финансы, сколько у дома денег имеется, предоставить смету, предоставить на этот БИС договор об управлении жилым домом, протокола, кто представляет интересы дома. И хоть если один из этих документов не находится, ну просто выкинуть из этого регистра. Все, не можешь заниматься этим бизнесом, если ты не выполняешь постановление Кабинета Министров 904, 5, 6, 7, ну 8, которые по санитарной уборке, по ведению дела дома, по техническому обследованию и по энергоэффективности. Все. Не выполняешь? До свидания. В чем проблема? Ригасному Парвелдник старается сделать хотя бы эти обследования, выполнить все эти нормативные документы. Маленькие фирмы этого вообще ничего не делают. Но не делают они. В результате они могут предложить намного более дешевую цену. Если у нас государство, волшебный мудренност и прочее, хотят, чтобы все платили налоги и так далее, тогда задается вопрос, почему Гигасному Парвелдексу или крупные обслуживающие организации надо платить ПВН, а бедребе платить ПВН не надо. Кстати. А вы представляете, в данном случае, если средняя цена, к примеру, 40 сантим, 8 сантим разница только за счет ПВН. А где здесь честность, где здесь правильное отношение к этому труду? Мы специально толкаем людей в непрофессиональное русло. они не лучше обслуживают, они просто-напросто имеют хандикап 8 сантим. Понимаете, 8 сантим это огромные деньги. В масштабе, да. В общем, да. Ну, если в доме, например, грубо говоря, 3000 квадратных метров, это 240 евро в месяц, 3000 в год. Понимаете, плюс добавьте это к тем же административным затратам, которые есть. Естественно, не каждый может сконкурировать. Только одна лишь проблема. Бедриба не выполняет то, что делает Паруни, то, что делаем мы и так далее. Попросите, вот сколько людей-то домов, если честно, и члены правления Бедрибы, хорошо работают, тогда проблем нет. А как только начинаются какие-то хитрости, эти дома приходят, за отопление не заплачено, за воду не заплачено, надо судиться о передаче дел дома, они ничего не передают, потому что, как только они дадут эти документы, против них можно возбудить уголовное дело. Игорь Трубков, да. В Юрмале мы переняли дом. Как вы думаете? От кого? От бывшего мэра, господина Трэнсиса. Так он там обворовал дома на сотни тысяч. Это в Каугуре? Да, в Каугуре. И что вы думаете? Мы возбудили уголовные дела. В конечном счете полиция все замяла. Я говорю, где здесь правда? Если в Германии ты не перечислил деньги за тепло, за воду и так далее, тебя в тюрьму посадили. Но у нас, блин, неудачная финансовая деятельность господина Трэнсиса. Так что в данном случае я хочу сказать, неправильная у нас законодательность. Не защищает оно интересы жизни. Игорь Толубков, у нас на прямой связи. Буквально сделаем короткую паузу на одну минуту, потом вернемся в студию. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Игорь Трубкова. У нас на прямой связи. Не могу не задать вам вопрос, который, кстати, фигурировал в предвыборной кампании вот в прошлом году на мне очередной выбор в Рижскую Думу. Ну, все партии говорили о состоянии жилого фонда, с учетом того, что все-таки у нас большинство жилых домов есть еще и сегмент довоенный, они понятны, в каком состоянии, но все говорили о хрущевках, литовках и так далее. Как вы сами бы оценили, учитывая ваш опыт состояния жилого фонда, все ли так драматично, как вот отдельные политики нам во время предвыборной кампании рисовали? Да, все находится в плохом состоянии. И я могу сразу сказать, что на сегодняшний момент по всей видимости происходит это как с технической стороны все-таки все строилось плюс-минус в одно время. Видимо, усталость материала и так далее, очень много аварий, очень много проблем с несущими конструкциями, и они резко увеличиваются. И для этого я хочу сказать, что Рижская дума своими точечными эффектами, ну это в принципе пиар-акции, они ничего не приводят, если там 5, 10, 20 домов получили какую-то помощь, остальные остались не у дел, это не помогает. Идеальные варианты я на своем профиле специально выставляю. Как в Лепале делается, как в Салосклсе делается. Там четкое, стратегическое, там мэр думает, что один, что другой, что сделать, чтобы привести в город порядок. Ну посмотрите, у нас придумали эти мусоропроводы. Да я тоже зал, в моем доме многоэтажном нету мусоропровода, все супер. Это грубейшее вмешательство в частную жизнь, в жизни жителей, в их собственность. Дайте пряник жителям, скажите, закройте мусоропровод, сделайте щирошину, где мусор разбирать, и так далее, мы вам пойдем на встречу, поможем. Смотрите, что Салосклсе делает. Ребята, разработайте проект, согласуйтесь с Думой, мы регулярно, каждый месяц, ну каждый год выделяем бюджет и на благоустройство территории. У меня все дома, в Салосклсе вокруг дорожки, мусорные контейнеры, все сделано. Жители сами принимают решения. Жители отдают Думе денег, Дума проводит конкурсы, распоряжается деньгами жителей, жители участвуют в софинансировании этих проектов. А что в Риге? В Риге бросили кость там, а потом много домов петается с этой... Заявки дали, да. Да, дали заявки. А потом их нафиг взяли и повыкидывали под разными предлогами. В том месяце, значит, вам дали за стояки, все нормально, но другому дому сказали, доделай документы. А через месяц сказали, а у вас горячая вода, дайте энергоудит. Так почему вы сразу не сказали, что надо энергоудит? Так просто-напросто думали, каким образом отшить большое количество жителей города, которым надо эти трубы, надо стены утеплять и так далее, крыши ремонтировать, выкинуть. То есть и новая программа, я могу сказать, но не смогут они помочь. То есть здесь должно быть концептуально. Здесь должен быть какая-то интересная вещь, что они помогают в техническом обслуживании, помогают в документации, помогают в грантах различных и так далее. То есть это была бы нормальная ситуация. А в Аспилсе, что делает Дума, чтобы дома ищли на реновацию? Говорят, если вы подадите документы, мы вам оплатим стоимость технической документации. В Риге даже пальцем не пошевелят, чтобы помочь жителям что-то. И так тяжело это идет со скрипом. Объяснить не могут. Будет выгода, не будет. Зато будут рейды по балконам. Проверять, у кого застеклен балкон, чтобы штрафовать. Видимо, такая будет помощь. Так я понимаю, да? Ну, с балконами, конечно, это большая проблема. И на сегодняшний момент если жители вместо того, чтобы трубы, несущие конструкции, ну и плохие балконы, которые рушатся, будут ремонтировать, будут направлять деньги на восстановление по проекту или по какому-то эскизу, чтобы у всех было одинаково, это будет, конечно, для них огромная нагрузка. Для исторического центра, да, это надо, но я думаю, это не своевременно. По крайней мере, надо было бы как-то более целенаправленно подходить. Если у дома все нормально с остальными вопросами, тогда можно переходить к фасаду. Но балконы, как таковые, они реально в ужасном состоянии. И здесь, естественно, было бы необходимое требование и от государства, и от самоуправления, чтобы каждый дом сдал бы по УВАУДе акт технического обследования сертифицированным специалистам хотя бы раз в пять лет, где четко прописывалось, что дому надо делать в первую очередь, и те проблемы, которые связаны с балконами, с несущими конструкциями, с перекрытиями, их надо было делать в первую очередь. Смотрите, то там то рвется, то рухнет, то еще что-то. Это правда. Очень много звонков, попытаемся их принять сейчас. Слушаем вас. Здрасте. Нас в трубку обслуживал, Ригас нам в обстоятельнику, то есть и нас кинул, когда появились должники, просто взял и кинул. Слава Богу, что нас взяли в плябнику нами, вот, наверное, потому что журналист у нас жил, Юрий Родин. Вот, а так все, и нам пришлось побегать. Спасибо большое. Ну вот, сразу еще примем звонок, потом уже добрый день, слушаем вас. Добрый, добрый день. Господин Трубко, будьте любезны, ответите на такое, хотя бы приблизительно. Значит, у нас пятиэтажный довоенный дом в Санкт-Петербурге. Все бы ничего, подвалы сухие, стены довольно крепкие, но нам надо менять крышу, не только кровлю, но и вот все эти опорные конструкции, они просто уже там подгнили, как говорится, потому что чердак не продувается. 400 квадратных метров площадь общая. Будьте любезны, хотя бы приблизительно. Нам когда-то сделали смету 140 тысяч, но мы не в состоянии, конечно, такое, даже думать об этом. Спасибо большое. Ну вот такие два вопроса в догонку. Ну, начнем с первого вопроса. Ну, человек не сказал, что это был 2009 год, не сказал, что этот дом был после, ну, грубо говоря, реновации, инвестор взял и распродал в 2007 году квартиры, он не сказал, что в этом доме 30% квартир было не распродано, и в результате, когда дом нам должен был маклеры, да, то есть маклеры не платили 40 тысяч, но мы ничего другого не могли жителям предложить и сказали, извините, пожалуйста, но предприятие из одного дома не понесет убытки. В 2009 году мы отказались от четырех домов, у которых все новостройки, у которых маклерами принадлежало от 20 до 30%, мы все прекрасно помним тот бум, который был. То решение мое позволило предприятию быстро выйти из долговой ямы, которая вдруг возникала. К счастью, у нас был большой вставной капитал. Ну что сделать? Бизнес, ничего личного, в данном случае государство должно, как и сейчас, заботиться о том, что делать, если в государстве кризис. В 2007-2009 году был кризис, мне удалось из этого кризиса выйти. Так что все чисто, аккуратно передали, слово кинул, не кинул, здесь неуместно, просто, напросто не было возможности финансировать маклеров. Теперь, что касается вот этого дома. Ну, как раз в конце прошлого года мы сделали большие ремонтные работы у двух маленьких домов, это было Маза-Лубана 16-D и Кроню 13-Корпус-1. Один, в принципе, оба дома к нам пришли от в свое время пригостному Парвалднекса, только один раньше, другой позже, но мы там много чего сделали, подготовили документацию, эти крыши нам обошлись в районе 20 тысяч. Почему у вас 140, мне тяжело сказать. Надо смотреть, что за конструкция крыши и дома. Обращайтесь, дадим консультацию. Да, может быть, подводя итоги нашего разговора, все-таки возвращаясь к основной теме. Как вам кажется, будет ли вообще готово самоуправление, в данной ситуации, Рижская дума каким-то образом изменить нынешнюю систему обслуживания домов в городе или государство должно поменять законодательство, потому что вы сказали, наверное, это справедливо, что у нас слабая или плохая нормативная база с точки зрения управления домов. С другой стороны, есть какие-то законы, высылаясь на госконтроль, но есть, допустим, закон о помощи государству и самоуправлением в решении жилищных вопросов, на основании которого самоуправление может разные формы, как мне кажется, и предлагать, в том числе и обслуживание домов самоуправлением. Я думаю, что если сейчас заработает система БИС, где управляющий обязан будет все документы ставить по дому, в том числе и в каком техническом состоянии дом находится, если это пройдет, то это будет большая помощь. На основании этих документов бувалда и прочее они могли оценивать масштабы и размер беды, которая имеется в нашем случае. И самоуправление могло бы по крайней мере такие предложения были. Разработать типовой проект спасения дома. То есть у нас же есть конкретные серии. Да нет, видите, хлеб у архитекторов или еще кого-то берете, но нам же надо дать возможность людям решить как быстрее. И вот могли бы быть типовые решения, утвержденные проекты и просто-напросто дом приходит и говорит, мы вот делаем то-то, то-то по этому проекту и согласовывать только начало работы с МИТой. Это была бы огромнейшая помощь от Рижской думы. Все созывы Рижских дум, которые были, все собирались сделать типовые проекты, и все потом пропадали. Видите ли, не знаю, куда-то замалчивалось. То есть это первая часть. Вторая часть, где самоуправление реально бы должно было помочь, это по вывозу мусора. Мало просто провести конкурсы и выбрать фирму. Надо было просто взять по микрорайонам, как это делается в Германии или еще где-то, определить места, расписать, где будут стоять контейнеры для сортировки мусора, где люди будут логистику сделать и так далее. Но это же ненормально, что вот даже у меня три-четыре дома, каждый дом придумал свой график и вместо того, чтобы машина по дороге тяжелая, многотонная ездила бы например, три раза в неделю, она ездит каждый день. Сегодня одни мусорники забрали, завтра другие, но при этом все время ломая асфальт, а если не дай бог в этот день какая-то другая машина переградила пункт доступа и так далее, там вообще ничего не вывезлось. Поэтому естественно нормальная ситуация была бы, что вместе с представителями вида департамента, с представителями, кто отвечает за территорию, брали бы по квартально, просмотрели, где можно разместить, где-то помогли бы с арендой земли, где-то еще что-то, и тогда бы проблем не было. Ну почему никто не говорит о тех хитрецах, которые мусорники на замок ставят? Ну и куда эти все мусор весь бросается в соседние, жители очень обижаются. Почему никак не можно в данном случае, если тогда уж камеры поставить, как только большая контейнерная площадка где-то возле дороги или въезда в микрорайон стоит, туда везут все частного сектора и жители смотрят огромные счета за мусор. А здесь легко. Мы прекрасно знаем, сколько сдается отходов на свалке. Мы знаем прекрасно, сколько в Риге и в Латвии проживает людей. Ну возьмите стоимость этих отходов, разделите на количество проживающих, установите, что любой человек, задекларированный, проживающий в Латвии платит такую-то сумму и дальше уже управляющая компания с фирмы, которая ввозит мусор, все бы сделали. И никто не смог бы никого обмануть, потому что смысл обманывать, если платить все равно надо. Нет, у нас два одинаковых человека, один платит за вывоз мусора 12 евро, другой 1 евро, но это нормально. Да. Да, очевидно, что вот все проблемы, которые вы обозначили, они очень острые, я думаю, что еще много проблем и вопросов, которые мы не успели обсудить, и думаю, что еще раз вас пригласим в эфир. Игорь Трубков у нас был на прямой связи, председатель правления Рига Снамапс, Амниако, то есть большое спасибо. На одной волне с городом Радио Балайс.